Всем огромный привет! В последнем обзоре Мегахенда я сказала о том, что в магазине будет проходить акция. Магазин находится в торговом доме А4 на третьем этаже. Акция называется «Зимняя верхняя одежда по 30 рублей». И акция будет проходить с 28 января по 17 февраля. К тому же сегодня в магазине день нового завоза. Как вы видели, зал моментально наполняется покупателями. И снова всё без разбору грузится в корзинку. Сегодня именно я хочу вам показать эти куртки, которые выставлены на акцию за 30 рублей. Конечно, сравним с теми куртками, которые не попали в эту категорию. Дорогие мои, прошу меня простить, но не могла не показать вот эту милоту. Посмотрите, 4,5 рубля в день привоза можно купить абсолютно новую такую для детей прелесть на ножке. Эта моделька 10,5 рублей. И эта 10,5 рублей. Они абсолютно новые. Так, куртки на акции висят на отдельном кронштейне. Здесь есть специальное для этого объявление. Ещё раз хочу вам напомнить, что я не занимаюсь рекламой магазина и товара, который в нём продаётся. Ваше право и решение, где, за сколько и когда покупать. Но кому интересно, присоединяйтесь. Приятного вам просмотра. Сразу висят мужские куртки. Вы знаете, они разные. Есть как откровенно уже бэушные, так и есть в очень неплохом состоянии. Очень порадовало, что вот сейчас на акции есть куртки разных размеров, а не только маленькие. И вот куртка. Я бы сказала, что она практически новая. Сегодня за неё надо заплатить 30 рублей. Посмотрите, манжет рукава. Она с капюшоном. Всё очень аккуратно. Нет нигде ни пятен, ни дыр. Ну, а это очередная куртка. Вы знаете, она уже вот такая зимняя. Я думаю, что, ну, может быть, за 30 рублей её кто-то и купит. Но она как-то уже, видно, что служила долго своему хозяину. И вот белая куртка. Вы знаете, она очень неплохом состоянии. Все строчки целые. Она с капюшоном. Единственное, на опушке немножко свалялся мех. А вот эта горчичная уже, конечно, состояние этой куртки похоже. Это можно сразу определить по трикотажному манжету. Он весь в катышках. Но здесь опушка хорошая. На акции написано, что куртки зимние, но висят разные. Как на тонком синтепоне, так и есть и на очень толстом синтепоне. И плюс ещё дополнительно флисовая подкладка. А вот это полупальто, вы знаете, настолько в хорошем состоянии. Если оно кому-то подойдёт по размеру, то его можно покупать, не раздумывая. Единственное, что, как всегда, здесь нет капюшона. А он здесь должен быть. Конструкции этого пальто. Нагрудная выточка заканчивается порезным карманом. Молния в идеальном состоянии. Бегунок, как будто его никогда не застёгивали. Какая яркая, красочная куртка. Это голландская торговая марка «Протест». Сохранилась вся фирменная фурнитура. И эта куртка за 30 рублей просто в идеальном состоянии. Подкладка в этой куртке просто замечательная. И не только вот этими яркими, она отличается нашитыми логотипами. Посмотрите, сколько дополнительных конструктивных элементов в этой куртке. Нижняя часть этой подкладки отлетная. На ней пришита специальная тесьма, которую можно стянуть. Это сделано для того, чтобы, если вы будете кататься в этой куртке на лыжах, то ни ветер и снег вовнутрь одежды не проникнет. Куртка за 30 рублей от итальянского бренда «Бенетон». Очень хорошее состояние. И капюшон на месте. Это куртка небольшого размера. Где-то, наверное, 48-го. Следующая куртка. Это уже очень теплая куртка. Стоечка, видите, почти не затерта нигде. Куртка отстроченной детали. Такие довольно-таки широкие. Такое впечатление, что внутренний наполнитель – это силикалинизированный синтепон. Женских курток на акции немножко больше, чем мужских. Еще одно теплое пальто от немецкого бренда «Эсмара». К сожалению, капюшона опять нет. Конечно, куртки попадаются разные. Вот, например, это. Обратите внимание, край планки обработан специальной тканью. И она вся уже запеленговалась и замахрилась. А это куртка от английского бренда «Некст». Куртка в неплохом состоянии. Вход в карман не затерт. И молнии работают исправно. Очень интересный пышный воротник. Посмотрите, сохранилась фирменная вешалка. Ну, вот эта куртка – 30 рублей сегодня в магазине на акции. Очень теплая куртка от немецкого бренда «Тайфун». Знаете, куртка в очень хорошем состоянии. Нет нигде пятен. Посмотрите, вешалка практически новенькая. И главное, что здесь есть капюшон. Следующая куртка от итальянского бренда «Бамбоджи». По-моему, так он произносится. Куртка в очень хорошем состоянии. Все фирменные логотипы есть. Рукава не затерты. Вход в карман. Кнопочки все работают. И посмотрите, в очень хорошем состоянии на капюшоне опушка. Очень добротная и хорошая куртка. Это куртка от бельгийского бренда. Она из Болонии. Куртка в неплохом состоянии. Боковые швы и вход в карман не затерт. Нет нигде пятен, дырок. Низ рукава тоже в нормальном состоянии. Куртка закрывается на молнию. Но если ее расстегнуть, то вы увидите дополнительную деталь. Вточная планка, которая закрывается на кнопки. И еще одна теплая куртка из ткани Болонии. Эта куртка застегивается на кнопки. Все кнопки в рабочем состоянии. И в этой куртке есть капюшон. Куртка от известного итальянского бренда Коса. И вот еще одна куртка. Такая металлическая красивая молния. Вся фурнитура замечательная. И вы знаете, на воротнике есть дополнительный карман, который застегивается на молнии. Там капюшон. И вообще видите, вот кантик вокруг рукава. Он в отличном состоянии. Нет нигде ни потертости. Вот немножечко на кантик на воротнике есть такая потертость. А так, в принципе, куртка в хорошем состоянии. Яркая куртка от итальянского бренда Колмор. Эта куртка в очень хорошем состоянии. Теплая куртка от британского бренда Примарк. Верх куртки очень мяты. Нужна очень хорошая влажно-тепловая обработка. И вот фирменная куртка Пума. Она в таком хорошем состоянии. Посмотрите, фирменный бегунок на молнии. Прямо как будто куртку не застегивали. Рукава нет нигде. Затертости. Подкладка. И вот, посмотрите, уголок этой вот потайной планки тоже не затерт. Ну и спина с таким... На спине такой огромный принт. Все буковки такие беленькие. Как будто куртку никто не носил. Теплая куртка Марк Поло. Нижневоротник у этой куртки трикотажный. И он в идеальном состоянии. Также в неплохом состоянии и опушка на капюшоне. Здесь такие декоративные вставки. И посмотрите, манжет. Тоже нет ни катышков, ни пилинга. Куртка за 30 рублей в отличном состоянии. Вход в карман. Кант. Все очень чисто. Нет нигде лопнувших строчек. Ярко-красная, посмотрите, куртка. С таким пышным меховым воротником. И с такой же отделкой на капюшоне. От британского бренда. Меховой воротник. Повторяюсь, вы знаете, нигде нет признаков пилинга или катышков. И посмотрите, какая хорошая вот эта отделочка на капюшоне. Строчки все ровненькие. Пуговички все на месте. Конечно, не будем забывать, что мы в секонде всё-таки. И вот, например, эта куртка от немецкого бренда. Это бренд одежды класса люкс. Но эта куртка уже такая видовидавшая. И манжет, посмотрите, он весь в катышках. Куртка от итальянского бренда FART. Ну что ж, она в неплохом состоянии. Видите, как угол воротничка здесь. Вот такую интересную застежку. Видите, фирменный логотип. Внизу рукава есть пата. Она вокруг рукава. И все эти фирменные пуговички на месте. В общем, куртка в очень хорошем состоянии. Можно найти и вот такие куртки на акции за 30 рублей. И еще одна куртка. Вот эта куртка, видите, нижний воротник трикотажный. Из плотного трикотажа рябана. Нет ни катышков, ни затяжек. Единственное, что опять здесь нет капюшона. А так сама куртка в хорошем состоянии. Нет нигде ни пятен, ни дыр. И очень красивая стежка здесь на боку. Ну и вот сам рукав не затерт. Довольно-таки достойная куртка за 30 рублей. И еще одна модель от немецкой марки одежды Гилбрэд. Очень в хорошем состоянии. А вот эта куртка, если я не ошибаюсь, финский бренд, поправьте меня, если я не права, настолько в хорошем состоянии, такое впечатление, что она ни в каких других магазинах, кроме этого, и не продавалась. Кроме того, планка, клапан кармана, низ рукава в идеальном состоянии. В спинке специальная декоративная отстрочка. Нигде нет лопнувших ниток, пропуска стежка. В общем, куртка в идеальном состоянии. Я вам говорила, в магазине сегодня новый завоз и огромное количество разных курток. И сейчас давайте посмотрим, сколько же стоят куртки, которые не попали на эту акцию куртки за 30 рублей. Подняв за эту куртку, надо заплатить 66 рублей. По каким критериям отделились куртки на акции и не на акции, я не знаю. Но здесь тоже встречаются, как в неплохом состоянии куртки, так и, конечно, видовидавшие. И вот куртка большого размера, очень яркого, такого насыщенного цвета. Вы знаете, очень хорошее состояние. Вход карман не затерт. Стоит в магазине сегодня на 57 рублей. Куртка на этой куртке комбинированная. Где-то есть более крупные сотые, где-то более мелкие. Рукава не затерты. И все кнопочки в хорошем состоянии. Вот эта куртка в таком хорошем состоянии, что, наверное, можно сказать, что ее практически не носили. Настолько все новое. Нигде нет, ну, ни малейшей потертости. Конечно, сколько же она будет стоить? 126 рублей. Да, куртка сегодня стоит в этом магазине 126 рублей. Но она в идеальном состоянии. Кант на капюшоне. Нигде нет ни потертости, ни дырочек. Идеальное состояние. В очень хорошем состоянии. И вот это полупальто. Такого нежно-сиреневого цвета. Немножко камера искажает. Вот эта нагрудная боковая выточка переходит в карман. И он не затерт. Бегунок на молнии. Просто такой блестящий. 66 рублей. И сегодня эта куртка в магазине. Еще хочу немножко вам добавить о куртках, которые сейчас в магазине на акции за 30 рублей. Если вы пришли в магазин, и в этот день в магазине действует скидка, ну, например, 10%, то на эту куртку за 30 рублей будет тоже скидка действовать. Ну, а вот эта верхняя одежда, как и прочим, другой ассортимент в магазине, сегодня в день привоза будет продаваться за фиксированную цену, которая написана на ценнике-ирлыке. Он обычно прикреплен снизу на любом изделии. Вот этот вот я вам его показала. А вот это полупальто из буклированной ткани довольно-таки в неплохом состоянии. Оно не попало на стойку с акцией. Видите, низ рукава довольно-таки в хорошем состоянии. Сегодня в магазине оно будет стоить 48 рублей. Это молодежная куртка из искусственной кожи в очень хорошем состоянии. Сегодня в магазине она стоит 54 рубля. А вот этот жакет бренд Тайфун. Посмотрите, вся фирменная фурнитура сохранилась. Вход в карман не затерт. Сегодня в магазине стоит 30 рублей. Дорогие мои девочки, я редко говорю, что надо купить. Вот именно эту модель всегда предоставляю право выбора и не навязываю свое мнение. Но вот эта куртка где-то 54 размер в идеальном состоянии. Если кому-то нужна вот такая куртка-ветровка, приходите в магазин и ее купите. Она настолько в хорошем состоянии, что мне даже было жалко лишний раз лапать ее руками. стоит она сегодня в магазине 57 рублей. Конечно, мужских курток тоже очень много. Есть в очень хорошем состоянии, есть похуже. Вот эта, например, сегодня в магазине стоит 75 рублей. Еще одна куртка мужская. Сегодня в магазине цена ее 75 рублей. Эта куртка тоже неплохое состояние этой куртки. 57 рублей. Сегодня не собиралась вам показывать ничего, кроме курток. Но вот исключение вот этот мужской джемпер. Он практически новый. Даже я могу сказать новый. В идеальном состоянии. Что боковой шов, что манжеты, что воротник. Этот джемпер трикотажный. И сегодня в магазине он стоит 36 рублей. Вот эту яркую и красочную куртку я нашла в этом секунде. Я не знаю, что это за бренд. Она в стиле пэтчворк и, глядя на нее, хочется улыбнуться. Куртка в неплохом состоянии. И сегодня в магазине она стоит 27 рублей. Даже шнур, на который стягивается низ этой куртки особенный. Вы, конечно, можете написать, что это куртка для клоуна, но мало кто пройдет равнодушно, не посмотрев на эту куртку. Вот такой небольшой обзор у меня, друзья, получился. Как всегда говорю, ваше право идти в этот магазин, не идти. Ваше решение и ваш выбор. В самом конце видео я вам вставила рекламный листок из магазина, где написаны дни скидок и дни привоза нового товара. Если вам лень идти специально в магазин, можете посмотреть, переписать себе его. А на этом я с вами прощаюсь. Благодарю, что вы нашли время, посмотрели мое видео. Спасибо за комментарии, за лайки. Желаю, как всегда, вам крепкого здоровья, вам и вашим близким. И увидимся снова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok